Разнообразие Однообразие порождает скуку А так человек Самосовершенствуется Это все-таки много функциональности Много напряженности Как-то оно где-то сказывается Ну конечно, если это Человек очень здоровый Психологически уравновешен Подкован политически И в своем профессиональном Он, как говорится, специалист Ну я думаю, если у кого-то Энергии достаточно, пускай работают Если от них будет Выход нормальный А если он все в кучу сложит Это не специалист Некоторые люди совмещают Это почему? Потому что не хватает Средств к существованию Или просто от безысходности Если это в радость, то почему бы нет В этом ничего хорошего нет, естественно Потому что человек, когда совмещает Несколько работ Он на всех работах толком Не отдает себя Потому что он думает На одной работе и той работе На другой и другой работе У кого есть время, почему бы не совмещать То есть, в принципе Если человек на одной работе Работает пять часов То почему бы три часа рабочего дня Допустим, не посвятить другой работе Как аутура То есть это, ну как я считаю Это в принципе хорошо То, что люди работают А не пиво где-то пьют В целом отношение К нескольким работам У горожан позитивное Но я услышала одно мнение Интересное о том, что ты сидишь На одной работе Думаешь о другой И не выполняешь Отлично свои основные обязанности Допустим, на основном месте работы И дополню своей мыслью О том, что Можно ли достичь Карьерных высот Работая в нескольких местах Что значит Сидишь на работе Я понять не могу Вот этого вооружения Можно работать на сеть Что такое сидеть на работе Что это такое Хорошо Хорошо, когда у вас в голове Несколько проектов Можете ли вы сосредоточиться Настолько на одном Чтобы достичь в нем Вот всего Чего только можно Вот это на самом деле Вопрос, наверное Больше к длине Потому что У меня есть основная работа И у меня есть время Которое я посвящаю Другим своим проектам И отношусь Как к проектной деятельности К этим проектам Пока я сижу Как выражаются эти Замечательные люди на работе Я сижу на работе То есть У меня нет никаких Других мыслей Что мне там надо Что-то сделать в журнал Или мне там нужно Что-то красивое нарисовать 8 часов я работаю Над этим проектом Я делаю все возможное Все, что у меня выдает Голова И все Какие задачи стоят Передо мной Чтобы этот проект работал Ни о чем другом Я не думаю Вот я вышел Я еще после этого Час примерно Ни о чем не думаю Потом я еще Примерно 2 часа Думаю о дочери И только после этого Я начинаю думать О других проектах Вот Ну примерно так Да Сидеть на работе Можно Концентрация Наверное Тоже имеет значение Да О чем говорилось Сконцентрируйся На том Чем ты занят сейчас 8 часов Конечно Я не сконцентрирован Да Глубоко Заверять Что я 8 часов Сижу И прям так У меня зато В рамках моих Обязанностей На основном Рабочем месте Есть очень много Интересных для меня задач Я рисую инфографику Я порисовал Порисовал Пошел Пописал буквы Поговорил с нашими клиентами Провел совещание С руководством Этот день Он из-за Разной деятельности Стоит Поэтому интересно Если бы был конвейер Где там Четко механическое действие Там конечно Можно было Мы сейчас просто Исходим очень часто У меня был опыт Извините что я вас перебил Я работал на кирпичном заводе На выставке Вот это Мы очень часто Исходим именно Из понимания Индустриальной 12 часов Это прикуривательный Как бы Кирпич От которого можно прикуривать Солдаты Голови по пояс Дым Ничего не видно Зима полностью открыта Огромные окна Все Вы сейчас немножечко Принижаете Работяг Нет Я не принижаю Работяг Я говорю что Вот это Тяжелая работа Она очень тяжелая Однообразие Это сложно Очень поддержать Это мы Самые уважаемые люди Для меня Люди физического труда Чья это фраза Подскажите Что самый счастливый человек Тот От которого пахнет Потом Когда он возвращается С работы Я не помню Кто-то Американец Какой-то Об этом сообщил Вот недавно Я просто Я тоже Может быть Какой-то Американский Актер По-моему Да бог бы с ним Да бог бы с ним Поэтому Вот это Трудная Трудная задача Все время Делать одно и то же Вот тогда Я бы наверное А вы Значит Облегчили себе жизнь Конечно В общем Василий А кому Нельзя Совмещать Несколько Работ Есть Такие Категории Граждан Кому Нельзя Работать Есть В законе Запреты На Совместительство Для определенных Категорий Работников Ну В первую очередь Это Горячо Нелюбимые Нет Это Горячо Нелюбимые Точнее Работателям Несовершеннолетние То есть Им в принципе Нельзя Вот Это прямой Запрет закона Для Некоторых Категорий Установлены Запрет Заниматься Аналогичной Деятельностью То есть Те кто Работают С вредными Условиями Труда Ну В частности На кирпичном Заводе Котором Где от кирпича Можно прикуривать По совместительству Нельзя Работать На работе Где Тоже Вредные Условия Труда То есть С одного Кирпичного Завода Пошел На другой Так нельзя Те же Ограничения Установлены Для работников Есть Ограничения Которые Установлены В принципе Все в трудовом Кодексе У нас Прописано Есть Ограничения Которые Установлены Другими Законами Специализированными В частности Допустим Руководитель Охранной Организации Может быть Только Руководителем Охранной Организации И больше Никем Это Частные Локальные Организации Да Больше Никем Он работать Не может Запрещено Законом Тоже Касается У нас Руководители Главных Бухгалтеров Кредитных Организаций Ну и так далее То есть Перечень На самом деле Невелик Но Ограничения Они существуют Дети Вырастут Пока Вы тайм-менеджментом Заниматься будете Комментируют Наши зрители Yigburg.tv Наш сайт Yigburg.tv Присоединяйтесь Мы начинаем Зачитывать Вопросы Наших зрителей Как у них С пенсией Она больше Будет Будет Больше Пенсия Больше Ну на самом деле Если у вас Сочисление На накопительную Часть трудовой Пенсии И на всех Местах Работы Происходит То Она будет Больше Но То что Она будет Больше Намного Не важно Ну и кроме То наверное Стоит Самому себе Заработать Павел Кривится Почему Я не верю В пенсию Я не верю В пенсию И в страшных Привидений Честно Для меня Это какие-то Два Одинаковые Понятия Вам не важно Не важны Социальные гарантии Которые Предоставляют Государство Я не верю Что государство Что-то мне Там Даст Ну вот Не уверен Я в нашем Государстве Настолько Что я Даже Не беру В расчет Что оно Мне что-то Там Будет Давать Моя Мама Отработала Пару Десятков Лет В детском Саду С детками И она Получает Пенсию Там Около Пяти С половиной Тысяч Рублей Это Для меня Показатель В общем Мы В этом Плане С государством Где-то В параллельных Пространствах Находимся Не зря Это раньше Называли Халтурой И шабашкой Это в любом Случа Некачественный Труд Вот зря Не зря В смысле Раньше Это называли Но вот Не называйте Это шабашкой И халтурой И у вас В голове Уже Это сдвинется Называйте Это проект Почему Это проект Значит Соответственно У меня есть Задумка Начало Продолжение Итог Проектная работа Это веяние Времени Это современное По мне Так уж лучше Не браться За 33 работы А действительно Прийти в 7 часов вечера Но не смотреть сериала Провести время С ребенком Это Тут Че Тут не поспоришь Тут не поспоришь Это безусловно Лучше Дело что Дети не всегда В 7 часов вечера Готовы с родителями Проводить время Им иногда И с утра Хочется с родителями Побыть И в течение дня Где-то Как-то И в 2 часа ночи И в 2 часа ночи Да Возникает у них Такое желание Ни одного тебе Стропольщика-визажиста Ни одного Сантехника-гинеколога Незачет В общем Есть же люди Которые реально Сочетают несочетаемое А зачем Принимается И вообще Мой огород Всегда открыт Для камней Дорогие наши друзья Мы искали специалиста Который Сочетает в себе Несочетаемое И возможно Где-то есть Какой-то нейрохирург Который по ночам Подрабатывает На спецавтобазе Да Душит кошек Такси Многие кстати говоря Подрабатывают Ради удовольствия Вот это кстати говоря Приработок ради удовольствия Да Вот кстати Это своеобразный отдых На самом деле То есть Когда ты едешь По ночному городу Ты отдыхаешь От всего У тебя пустая голова Ты рулишь У тебя дорога И все Это замечательный отдых На самом деле А там же бывают Попытаются попутчики Я на первой своей машине У меня был такой роскошный Абсолютно в пустой комплектации Логан В общем Что он был прям предназначен Для того Чтобы кого-нибудь возить Работать такси Да Вот А иногда и без денег Просто Какого-нибудь подхоживаешь И везешь Да Поговорить Пообщаться Но выяснилось Да Что есть три вида совмещения Вот как я поняла Есть три вида совместительства Первый вид Это Когда совмещаются Две Похожие Работы Вот Когда одна Дополняет другую Когда парикмахер Еще и подрабатывает Мастером по маникюру Еще и там визаж Где-то в третьем месте делает Второе место Второй вид Совместительства Это когда есть Основная работа А все остальные работы Это хобби Это что-то вот ради интереса Когда ты сидишь с утра до вечера в офисе А вечером ночью приходишь Варишь мыло А потом его продаешь И третье Это как раз вот хаотичное Хаотичное какое-то совмещение Но вот таким хаотичным совмещением Как правило Занимаются люди ручного труда И говорить о сантехниках О гинекологах Просто не приходится Я вас уверяю Если сантехник хороший Это не самый лучший пример просто Ему не нужен никакой приработок Они вполне прилично Ребята заработают И вы плохой специалист Поэтому вам нужен приработок И вы плохой работник Поэтому вам нужен приработок Нет Тут ведь дело не в том Что нужен приработок Понимаете То есть многопроектность Это еще и действительно Способ самореализации Потому что когда ты работаешь На одной позиции В одной должности В одной организации Это весьма ограниченный спектр Реализации собственных ресурсов Нужно это очень четко понимать Даже если много интересных задач Да Даже если очень много интересных задач А работа в нескольких местах Она очень хорошо позволяет и развить собственные компетенции, и проявить их на самых разных аудиториях. То есть, например, я сейчас работаю на аудитории, вот если говорить о моем тренерском потенциале, я работаю на аудитории, начиная от трех лет и заканчивая шестью-десятью, где в одной организации я бы смогла это делать. Считаю, что это практически многоженство, а гости сами ищут работу или она сама их находит? Краткий, ответный, интересный вопрос. Я могу ответить, вот когда я впервые пришел на первую передачу на ЕТВ, после нее, на следующий день, мне позвонили и сказали, приходите к нам преподавать. Смотрите ЕТВ. Работа сама ищет, более того, она прям тебя ищет именно в тот момент, когда она тебе нужна по каким-либо причинам. По финансовым приходит проект с деньгами, по каким-то сложным задачам, зубодробительным, чтобы ты взял и в дискомфорте оказался, тебе нужно мобилизоваться и придумать что-то. У тебя приходит такой проект с таким заказчиком, что ты, не имея волос, ходишь все время у тебя. Дорогие гости, большое вам спасибо. Я вынуждена с вами прощаться. Диана, Павел, Василий, спасибо вам большое за консультацию. Я предлагаю попрощаться, ознакомившись с тем опросом, который мы задавали в начале передачи. Что заставляет человека работать на нескольких работах? Желание заработать, желание реализовать себя в нескольких областях и желание подстраховаться на случай финансового кризиса. Как ответили наши горожане, я вам сейчас озвучу. Чтобы больше заработать, 64%. Ну, логично. Чтобы подстраховаться на случай кризиса, 18%. И чтобы реализовать себя в разных отраслях, 18%. Примерно такое же со снашением. Ну, кстати, вот, по-моему, первый и второй вопрос, ответы, они близкие. То есть больше заработать-то для чего? То есть просто цель прописана. Всего хорошего, встретимся на ЕТВ.